Вы знаете, меня очень всегда радует, и в этом случае я вспоминаю все время то, что говорили по этому поводу древние. Помните замечательную фразу? То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Мы не можем согласиться с такими формулировками. Может быть, быку и не позволено, но хочу вам сказать, что медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет. Вообще, он считается у нас хозяином тайги. И он не собирается, я знаю это точно, куда-то переезжать в другие климатические зоны, ему там неуютно. Но тайги он своей никому не отдаст. Я думаю, что это должно быть понятно. И в чем заключаются проблемы современного мироустройства? Давайте прямо скажем об этом. Здесь же все специалисты сидят. Вот мы говорим, говорим, мы похожи на дипломатов. Что произошло в мире? Была биполярная система. Значит, Советский Союз развалился. Вот этой мощной силы в виде Советского Союза не стало. Все правила международной жизни после Второй мировой войны писались под биполярную систему. И да, Советский Союз называли верхней вольтой с ракетами. Ну, может быть. Но ракет было. Завались. Понимаете? И были такие яркие политические деятели, как Никита Хрущев, который сапогом там вон стучал. Ну, и все в мире, прежде всего в Штатах, в НАТО думали, да ну его, нафиг этого Никитова. И же с ним. Возьмут, долбанут, ракет у них полно. Лучше относиться к ним с уважением. Советская Союза не стала. Возникла какая ситуация? И какие искушения? А можно не считаться с Россией? Она очень зависимая. Она, значит, прошла, вот, трансформацию в ходе развала Советского Союза. Будем делать то, что нам хочется. Вообще не считаясь ни с какими правилами. Вот так же ведь на самом деле и происходит. Вот здесь упоминал Доминик. И, значит, Ирак, и Илью, и Афганистан, и до этого Югославию. Это что, все было в рамках международного права, что ли? Что вам сказки-то рассказываете? Значит, кому-то можно вообще ни с чем не считаться. А нам защищать свои кровные интересы, русскоязычное и русское население в Крыму нельзя? Так не будет. И я хочу, чтобы вот это понимание пришло ко всем. И нужно избавиться от этого искушения и попыток мир под себя причесать, а выстроить сбалансированную систему интересов и отношений, давно прописанную в мире. Нужно только с уважением к этому относиться. Да, я же сказал, мы понимаем прекрасно, что мир изменился. И мы готовы к этому прислушаться и в соответствии с этим корректировать эту систему. Но полного игнорирования наших интересов мы допустить не можем и никогда не допустим. Претендует Россию на какую-то лидирующую роль? Ну, в качестве сверхдержавы нет. Нам это только в нагрузку. Зачем нам это нужно? Я же сказал про тайгу. Она бескрайняя. Нам только осваивать свои территории. Их времени, и сил нужны, и ресурсов много. Да не нужно нам никуда лезть, там ничем командовать. Но к нам не лезьте и не корчите из себя вершителей судеб всего мира. Вот и всего.